Девчонки, всем привет! У меня сегодня заказик от Avon. Давайте быстренько, насколько это возможно, я расскажу. Значит, у меня заказали такие вот очки беленькие, очень симпатичные. Так вот они выглядят. Ну, они, знаете, конечно, не универсальные, то есть не на любую форму лица, потому что у них такие стекла кошечки в виде кошачьих глаз. Видите, такие вот заостренные, то есть смотрятся на мне, например, как так экстравагантно, что ли. Не знаю, надеюсь, подойдут, но так мне понравились в целом. В принципе, я бы смогла такие носить, почему бы и нет. По-моему, 450 рублей они стоили в каталоге. И вот такую вот брошку взяла. У меня такая брошка есть, я заказывала в распаковке, тоже показывала. Вот, возможно, если найду, то вставлю в превьюшечку, фоточку этой брошки. Симпатичные звездочки, нормально так красиво смотрится, очень интересненько. Вот, поэтому показала. Убираю, оставляю все мне. Прислали, конечно же, новый аромат, я его протестировала. Три пробничка мне прислали. Love you. Это цветочно-фруктовый аромат, малиновый нектар, роза, кашемировое дерево. Давайте смотреть. Я закладочки сделала в этот раз с такими вот блоттерами. Так, подоспарился немножко, но вначале он такой яркий, красивый. Это не просто какие-то фрукты, да, малина. Малина здесь есть однозначно, с розой, именно с розой. Очень красиво. Но здесь еще и почули я слышу. То есть, вот эта вот подложка такая дорогая, я бы сказала, почулистая, потому что она все время всегда дает аромату более полное глубинное раскрытие, да. И аромат с почулями слышится уже не так банально, как если бы это были обычные фрукты на мускусе. Как вот, например, ну я не знаю, любые фруктовые ароматы дешевые возьмите, да. Нет, этот аромат не из дешевых. Вот правильно блогеры все говорят, всем нравится, все ожидают от него какого-то примитива, а он оказывается не так просто. Поэтому аромат мне понравился, девчонки. Он классный, он интересный, он даже может быть и не на лето, хотя на лето тоже надо попробовать. Вот, но мне кажется, вообще всесезонный. Да, сладковатый, но терпкий немного. Здесь у нас больше ничего не заявлено. Малиновый нектар, розовый и кашемир. Вот кашемир, скорее всего, тоже дает какую-то свою изюминку. Поэтому аромат я буду стараться закупить, прикупить. Ну а там как получится, не знаю. Надумаю я с этим набором или с этим. Посмотрим, как дело пойдет. Так, начала я с аромата, но хочу продолжить. Ой, так упал, мне пробовать. Ладно. Показать набор с последней странички из пяти средств. Сюда входит вот такой карандашик, глимершик. Мне даже очень понравился он вот такого серого оттенка. Красивый такой серый. Сейчас покажу, что остальное у меня на сводчиках. Но верхний это такой серый карандаш. Я такие люблю. Он стойкий, классный. По-моему, он глимершик, да. А если я, по-моему, я его находила в каталоге. Вот, наверное, ну хотя бы из этой серии, да, где-то около 200-300 рублей он стоит. Сейчас посмотрю. Вот эта серия, не знаю, 300, наверное, да, мерцающий карандаш. Да, вот он. Так. Только я не знаю, здесь есть серый у нас. Сейчас я посмотрю, какой код. Так, так. Смоки даймонд. Смоки даймонд здесь есть. Не вижу, да. А, есть дымчатый алмаз. Вот, 147, 53, 64. Вот он. 300 рублей карандашик. То есть 300 рублей, да, полная цена. Ну, если даже с 50% скидкой когда-то не бывает, то 150 рублей. Ну, 200 рублей для него. Итак, сюда входит еще десторант. Таких наборчиков, как видите, я взяла два десторанта. Он дьюти. Активная защита 48 часов, естественно, с алюминием. Для тех, у кого сильное потоотделение, да. Так. Крем. Вот такой увлажняющий гель-крем для жирной кожи. Ну, где-то сейчас они 229 рублей стоят, поэтому, возможно, уйдут. Такой гель вкусненький с манго. Дочку понюхала в козлыках. Вкусно пахнет манго. Такой густющий, прекрасный, красивый, вкусный гель. Так. Следующий, пятый продукт у нас из набора. Туалетная вода Мальдивы. Она очень интересная оказалась. Непростой. Сейчас я покажу в раскрытом виде ее. Где-то она у меня здесь есть. Так. Вот такая вот водичка. Зеленая. Красивая. Я думала, здесь будет такой зеленый, какой-то такой свеженький, банальненький аромат. Ну, нет. Это совсем такой не банальненький. Сейчас мне главное найти боблутер на него. Так. Знаете, мне пахнет травой и молоком. То есть это для меня оказался такой лактонный аромат. Сюда входит цветы асаи, морская соль, дерево дрифтвуд. То есть для меня неизвестно, как пахнет дерево дрифтвуд. Очень интересные, да, нотки. Морская соль. Он должен быть, казалось бы, соленым. Но, не знаю. Ну да, соленый. Вот сейчас соленый и лактонный. Вот зелено-травяной, соленый, лактонный. Такой интересный, классный оказался вообще необычный. Для вот этой вот серии, да, такой простой. Если вот взять, например, Рио. Это чистый фруктовый ананас такой банальный, сок мультифрукт, да. Там остальные тоже какие-то для меня. Свежачок синий. Не знаю, не очень я их люблю. Вот этот вот я еще не знаю, как пахнет. Красненький. Это у нас что, хавали? Да, а Гавайи? Гавайи, не знаю, как пахнет. Но вот Мальдивы. Это классно. Я дочке тоже дала понюхать. Она говорит, травой пахнет. Какой-то интересный, говорит. Мне что-то не очень, говорит, понравилось. Я говорю, а он для меня прям круто. Ну, для нее сейчас малинка, фрукты нравятся ей. А вот такие, конечно, сложные, она еще пока не понимает. Но это сложный аромат. Для тех, кто любит вот такие вот соленые, сложные. Вот взять на море, опять же, да, с собой. Недорого и очень интересно. Я хочу даже протестировать его. Как он будет, да, вот звучать на природе. Морской бриз, все такое. Мне кажется, классно будет. Так что сначала я вроде бы тоже сказала, что-то как-то непонятный аромат. Но я тут уже все перенюхала сейчас. Очень классный. Соленый. Я люблю соленый аромат. Это прям моя слабость. Вот кто не любит, например, Иланг-Иланг. Что-то смахивает на него. Иланг-Иланг из серии. Инканта. Да. Есть. Определенно схожая вот эта соленая нотка. Она есть. Ну, Иланг уже идет в цветочность, уходит потом в Иланг. Там раскрытие немножко другое. А здесь лактонная нота больше соленой. Вот как-то так они вперемешку играют и получается интересно. Так что вот такой интересный аромат у меня появился. Два даже. Ну, один себе оставлю бы. Ну, и давайте покажу не из ароматов. К ароматам сейчас перейдем. У меня их много. Что еще было в заказе? В заказе был вот такой вот кремик. Для кожи вокруг глаз. Так. Как здесь сфокусировать-то? Вот. Реневал. Пауэр-ай-крем. Ай-крем. С протенолом. Рекламу Лолиты Милявской. Видели, да? Вы еще не мазались протенолом? Я вам советую помазать с протенолом. Так. Давайте найдем, если я его сейчас... А, вот же он. Вижу в камеру. Вот же он, да. Следующим каталогом будет набор с как раз сывороткой к полторы тысячи. Сейчас он идет один кремик за 899 и к нему три подарочка. Мне пришли, значит, вот такой вот крем для снятия макияжа с глаз, да? Я ни разу не пробовала это средство. Все. Оно кремовое, поэтому как бы не знаю, подойдет ли мне. Обходило раньше стороной. Ну вот, за 10 лет оно ко мне наконец-то попало, да? Дальше сюда входила тушь. Такая интересная. Эйфорик. Я так понимаю, там фибровая щеточка. Где-то она у меня тут тоже есть в закладочку. Фибровая щеточка. Не знаю, я такие как бы тоже... Наверное, видите, какие ресницы она делает? То есть объема нет, да? Удлинение скорее делает. Щеточка в виде песочных часов помогает придать интенсивный цвет и объем пишут. А сами показывают, не знаю, какие-то паучьи лапки, если только это объем называется. Формула с кератином и маслами питает ресницы, улучшает их структуру. Ну, в общем, она 450 рублей. Вот это средство, наверное, рублей 200 сейчас стоит, я так понимаю. То есть набор выходит выгодно достаточно. Вот этот вот с кремиком. И третий продукт был. Такой парфюмчик 10 мл. Мне попался не гламур, я бы лучше гламур хотела. Но попался мне опять салэо. Он такой простенький для меня. Сейчас я его тоже найду на бутер, если найду. Где-то он есть. Он такой желто-цветочный, какой-то такой свежачок. Поэтому как-то, как-то, не знаю, на лето возможно нормально будет. Ну, ну, как я найду. Сейчас. Столько у меня сегодня ароматов. Вот он. Вот, десяточку стоит 399 рублей. Цитрус, османтус, сливочно-древесная нота. Давайте подняхаю. Из блоттера. Дочка сказала, мандаринами пахнет. Но мне как-то еще вперемешку здесь, конечно, добавляется османтус. Я его чувствую точно. Это красивый такой цветок. Например, есть, был, вернее, в Ифраше такой аромат османтус. Вот, похож. Кто любил османтус, тогда присмотритесь вот к салэлу. Потому что сейчас османтус у Ифраше не купишь. И здесь еще сливочно-древесная нота. Ну, да, что-то есть сливки какие-то и деревяшечки. Чуть-чуть прям слегка. Но я говорю, это аромат больше к свежему. К желто-цветочному все-таки вкупе. Да, в итоге создается такая картинка общая. Что это какой-то букет вот желто-цветочных, ну, таких свежих цветов. Красивый тоже аромат, в принципе, да, на лето имеет место быть. Вот такой вот набор у меня получился. Я так посчитала, что, ну, 800 рублей делим на 4. По 200 рублей минус скидка 30%. Кстати, девчонки, кто хочет скидку 30%, пишите. Я с удовольствием вам соберу заказик и вышлю. По предоплате, естественно. Вот. Ну, вдруг кого заинтересует, пожалуйста, я нежадная уделю вам время и соберем заказик. Но мне нужно написать ВКонтакте либо в Телеграм. Ну, ВКонтакте, скорее всего, меня найдите тогда. Так, что еще? Из продукции. Пакет сюрприз. Я заказала два пакета сюрприза. У меня склад Москва. Один пакет я не буду открывать, потому что у меня девушка еще заказала один. Вот. Я не стала заказывать три, потому что, ну, знала, да, что один придет более-менее хороший, а второй так себе. Не знаю, в общем. А здесь у девушки, как я понимаю, маска. Маска, пена-шарик, спрей-перси, вот это вот сени из драгоценной там серии тени, тени-карандаш, да, и вот это вот у нас тинт для губ и щек. Я не знаю, конечно, как это все выглядит. Возможно, хороший пакет сюрприз. Вот сень я бы с удовольствием посмотрела, открыла бы тинт, посмотрела, да. Ну, остальное персив, шарик и маска, как бы мы уже знаем, что это такое. Ну, вот девушка заберет. Мне кажется, достойный, в принципе, пакет за 550 рублей, да. Вот. То есть, сколько у нас получается? Пять средств делим на пять. Ну, грубо говоря, 110 рублей каждый средств. Мне кажется, для клиента это вообще нормально, это классно. Те, кто его не заказывает, да, покупают там представители. Ну, и я бы была бы рада, я бы сейчас пожалела, что не заказала три, допустим, пакетика. Или четыре, потому что второй получился еще лучше. Сейчас посмотрим, какой. Значит, один я убираю. И давайте смотреть мой пакет. Я уж не буду показывать, шуршать. Что было в пакете? Little Black Dress 50 миллилитров. Открывать ее не буду, поскольку у меня есть целых сто. Я редко пользуюсь, но он мне нравится. Особенно зимой, под настроение, такой мягкий, обволакивающий, такой сливовый. Это слива, цикламен. Если я сейчас найду Little Black Dress, то покажу вам. Ну, то есть вы все прекрасно знаете, что это за ароматик. Красивый, интересный. Так, только вот я не знаю, где он. Момент. Так, ладно, давайте по порядку, потому что не найду я, наверное, его. А, вот, все. Я его тоже на блотер для вспоминаний, так скажем, чтобы вспомнить нанесла. На блотер он, конечно, как бы уже выветрился. Такой уже легкий какой-то остался. Легкое облачко такое теплое. Ну, да, цикламен и ланг-ланг слива. Такой специфический аромат тоже. Многие его любят. Я его не сразу полюбила. Лет через 10 только. Ну, через 9, да, где-то. Чисто случайно, думаю, попал ко мне вот этот соточка тоже каким-то там комплиментом. Ну, я думаю, лежал-лежал, мне пару лет не продался. Я думаю, ну-ка, я открою его. Открыла. И классно. Под настроение. Тоже. Я не скажу, конечно, ну, на выход, там, на какой-то, да. Ну, на вечеринку вполне возможно пойти в него. Почему бы нет. Красивый, элегантный. Тоже такой аромат. Есть у меня вот тоже Little Black Dress Lace. Ну, как-то он для меня оказался слишком простым. Свежачком таким каким-то. Тут цитрус, жасмин, амбра. Не знаю. Пока я его не поняла. Пока мне классика нравится больше. Ну, то есть, видите сами, да, 50 миллилитров стоит 1399 рублей. В пакете сюрпризе. Даже с 50% скидкой, если его продавать, со 700 рублей вполне. За 700 рублей. Почему бы и нет. То есть, он даже у меня, не то, что окупил, он больше. Этот аромат у меня окупил пакетик. Следующее, что было. Вкусная пенка такая вот. Пряные апельсины, клюква. Обалденно пахнет, девчонки. Не знаю, какие тут сроки. Ну, с 22-го года, да. Октябрь 22-го. Но я не смотрю особо на сроки. И я думаю, что тут тоже 22-й. Нормально. Классно. Я рада. 250 миллилитров. Супер. Сейчас она тоже стоит, я не знаю, бешеных денег каких-то. Но даже за сколько? За 150 рублей. Вполне думаю, можно ее продать. Дальше. Красивые тени. Смотрите, какие тени мне попались. Не знаю, какой здесь оттенок. Роуз Роял. Ну, тени тоже рубли. Таксо 200-250. Вот они. Можно даже продать. Но я их оставлю себе. Они мне понравились. Смотрите, они стойкие. То есть, они уже не стираются. Красивые такие. Вот. Золотистые. Золотистые какие-то такие летние. Прям под загарчик. Вообще. Идеально. Да даже как подложка, например, тоже прекрасно подойдут. Так. И следующий. Карандашик. Карандаш тоже мне попался, кстати, очень красивого оттенка. Розового. Вот. Вот он. Розовый карандаш. У меня золотистый есть из этой серии золотой. И теперь будет розовый. Тоже на слизистую вниз. Прекрасно. Ну, либо продам. Посмотрим, как пойдет, не пойдет. Либо себе оставлю. Мне понравился. Куда-то использовать в макияже. И последнее средство. Кремик. Увлажняющий. С маслом авокадо. Для сухой и очень сухой кожи. Здесь у нас тоже 22-й год. Вот такой пакетик. Согласитесь, он немножко как-то получше, да, чем тот. Там спрей Персив. Классика, да. А здесь Little Black Dress. Который уже, ну, просто, можно сказать, окупил пакет. И это все в подарок. Если я буду продавать, смотрите, сколько можно за этот пакет выручить. То есть 700 плюс 150, 850 плюс, ну, 150. 1000. Карандаш розовый 150 тысяч. 150. Ну, это 200. 1350. То есть, видите, да? Где-то 900 рублей можно накрутить. Поэтому пакеты, я считаю, что выгодно. Ну, а там, конечно, если посчитать пакет, там пена круглая, рублей 150, можно. Маска тоже максимум 150, это 300. Персив, там, ну, максимум 250, это 550. Тени, ну, там, 200 или 250, это 800. И тинт, ну, тоже 200. 1000 рублей, ну, это с натягом. В общем, этот пакет рублей на 350 выходит точно дороже. Даже, наверное, побольше. Вот, как-то так. Вот, как-то, ну, немножко неравноценное, да, согласитесь? На 2 600, как они там заявляли, ну, второй пакет точно не тянет. Этот еще может тянуть. Тот точно нет. Так, ладно, с пакетом разобрались. Давайте следующее смотреть, что у меня. А следующее, это у меня куча парфюмов. Ой, простите, я кого-то глушила. У меня просто здесь тарелочка стоит. Так, следующий парфюм. Ну, давайте пойдем, знаете, как по каталогу. Потому что я сейчас буду просто путаться. За момент мне попадается. Так, блоттер посмотрим, послушаем. Так, мне здесь чувствуется магнолия, цветок какой-то белый. Так, здесь у нас вот магнолия, неролия, янтарь. Магнолия, да, у меня ощущается. Такой аромат какой-то похож ближе, знаете, на фурбланке вот такую вот серию. Тоже мускусный. Ну, не знаю, он какой-то для меня невзрачный, что ли. Какой-то он невзрачный. Если today он яркий, tomorrow он тоже какой-то такой вкусненький. Always, ну, интересненький более-менее. Ну, то вот цимон, это как-то бело-цветочный, ну, для невесты подойдет. Никого не задушит, кстати, да. Вот, ну, то есть на такие какие-то деликатные мероприятия, где много народа, да, дневные вот мероприятия, возможно, да, будет неплохо. Ну, опять же, у кого какая кожа, у меня она теплая, поэтому мне нужны такие, конечно, яркие ароматы, чтобы раскрытие было более такое красивое. Здесь он больше к свежим, что ли, к мускусным, ну, как-то так. А, не показала вам. Рассказывает такая. Вот такая красивая коробочка, да, коробочка красивая. Здесь мне, кстати, еще в какой-то момент послышались пылевые цветы. Пылевые цветы, вот что-то есть. Вот на картинке я так посмотрела, тут видите, какие-то разные цветочки мелкие, да. Ну, вот что-то есть такое цветочное. Флакон, конечно, тяжелый, как такой брусок. Вот. Ну, ладно, пусть будет. Очень все равно хотелось что-то новенькое. Так, следующий аромат. Тоже из новинок. I'm so happy. Happy, короче, да. 1399 он будет в следующем каталоге. Сейчас он 979. Здесь входит малина, магнолия и мускус. Мандарина нет, как видите, но... Все равно он как-то цитрусом отдает, что ли, не знаю, сейчас посмотрим. Хотя нет. Да, здесь фрукты. Скорее ягоды. Ну, опять же, мускусный. Тоже в сторону мускусов. Ну, наверное, цветочный. Вот больше фруктов. Я не скажу, что он сильно похож на люминату. Люмината, она как-то для меня посвежее. Она какая-то такая, все равно, какая-то, не знаю, навязчивая, что ли, для меня. Этот он более легкий. Мне кажется, он более красивый, чем люминат. Люмината для меня это как-то плоский какой-то такой аромат. Этот интереснее. Так, и где же у нас Хэппи спрятался? Вот такая коробочка. И вот такой аромат. Красивый. На солнышке вообще будет играть. Да, как карамельки такие. Мне нравится такой формат у них. Очень красивый. Розовый, голубой. Все они как такие леденцы. Все как леденцы. Очень красиво смотрятся. В общем, мне понравился. Я его еще сравню, конечно, с люминатой. Возможно, да, отдельный отзыв. Сейчас уже не стала искать люминату. Но мне кажется, люминат, она более плоская. Этот все-таки как-то поигривее. Может, у меня он с веником идет. Так, надо закругляться скоро в баньку. Следующий. А я тут еще не все вам описала. И в приве. Взяла я его по акции. Вот он выглядит вот так. Ну, акция сейчас идет по баллам или как-то. Красивый флакон. Аромат тоже такой, знаете, как бы неплохой. Неплохой. Сейчас я его напомню себе. Матовый. Матовый, конечно, флакон интересный. У меня таких, наверное, флаконов матовых нету в коллекции. Вот будет и градиентный. Еще, мне кажется, такой персиковый. Дочка сказала сразу персик. Ну, конечно, по цвету он ей прям персик напомнил. Здесь у нас красные яблоко, лепестки жасмина и аккорд скинфил. Да, он интересный. Яблочный. Именно красный яблочный аромат. Да, яркий прям такой. Фруктовый яблоки. Цитрусы, мне кажется, есть. И цветы, возможно, даже смина. Он очень-то, кстати, прелестненький аромат. Ну, так, знаете, на лето. Для настроения фруктового такого. Сладенький вроде. И немножко с кислиночкой. Интересный. Может быть, пудровый немного. Ну, классный. Может, и персик есть. Хотя я вроде не слышу здесь персика. Так. Следующий. Дью решила я взять. Раз уж такая акция. В следующем каталоге он будет дороже. Здесь у нас фрези, дыня и сандал. Вот такая вот коробочка. Все знают этот ароматик, я думаю, да? Тоже красивый. Зелёненький. Подружка у меня любит такие ароматы. Так. И блоттер. Свежачок. Зелёно-дымный, да? Опять же, с мускусом. С фрезией. Вот именно с эйвеновской ноткой. Фрезии. Ну, вот типично эйвеновский. Свеженький такой приятный. Летний, освежающий. Какой-то такой коктейльчик. Ну, для меня банальный этот аромат. Ну, имеет место быть. Для меня все персивы банальны. Честно говоря, голубой я вообще носить не могу. Он у меня как-то придушивает. Хотя у меня и есть в коллекции. Здесь у нас что входит? Персик. А, нет, это кашемир. Кашемир у меня есть. Ну, тоже такой простенький. Персик, гордыня, кашемир. А где классик-то? Фрези, дыни, сандал. А в классике не дана характеристика, что там входит. Ну, там... А, вот. Пудровый мускус. Вот мускус, да. Желтый фрези и сочно-спелые груши. Типа того. Но я там не слышу груши. Не знаю. Да, зелененький приятнее. Так. Следующий. Это я уже показывала. Солейл, да. Этот тоже показывала. Так. Эклипс. Эклипс. Сейчас посмотрим. Мне понравились серии Аймари. Эклипс. Какие же они красивые. Сейчас я покажу, где он у меня. Так. Вот. Решила я взять по акции. Там 2 плюс 1 равно 3. Да. В принципе, неплохо получалось. И думаю, раз у меня нет серии Аймари, там Эклипс и еще одного, то возьму их. Пченки, правда, красивые. Они дорогие, но закус прям под люкс, очень хорошего качества. Класс. Так. Сейчас напомню еще раз, что у нас входит в Эклипс. Розовый перец, тубероза и сандал. Он такой перцовый, опять же, лактонный. Лактонный, почему я сейчас понимаю, что тут тубероза. Она всегда дает сливочность какой-то. Тут вот розовый перец. И мне кажется, еще здесь розы есть. Эклипион, что-то такое. Он теплый. Опять же, подложка у него такая почулистая, колючая. Интересно. Как у всех Аймари, они такая яркая, да, подложка. И мне очень нравится. Все нравятся. Классная серия. Вот прям для тех, кто любит дорого звучащие ароматы. Вот. И, например, побюджетнее, да, хотят. Вот вам серия Аймари. Классная. И Аймари Седакшн. Здесь у нас уже входит слива орхидеи белый мускус. Но мне, знаете, пахнет вишенкой даже. Вот что-то есть прям от Lost Cherry, вот честное слово. Такая пьяная вишня со сливой вперемешку. Вообще класс. Вот это мне очень понравилось. Значит, Седакшн. Вот он так выглядит. Крутой, крутой аромат. И вот такая вот, такой флакон. Фиолетовая водичка. Прям вообще классно. Сливовая. Так что вот. Такие у меня приобретения. И еще есть кое-что. Так, смотрим дальше. Soft Mask. Soft Mask. Тоже у меня его не было в коллекции. И я его решила прикупить. Я тоже думала, что он банально ванильный. Но нет. Оказался совсем не банально не ванильный. Ну, ванильный, но не банальный. Скажу честно. Приятный. Не вот прям, знаете, сильно сладкий. Здесь водяная лилия. Мадагаскарская ваниль и мускус. Да, на мускусной основе. Но здесь еще чувствуется вот эта вот лилия. Лилейность. Похож на арифлеймовские лилейные красные ароматы. С дорогой серии. Как там он называется? Я не помню уже. Ну, вы поняли, да, кто в теме. Вот что-то есть. Только это более лайтовый его вариант. Если вы любите тот красный аромат. Он там стоит полторы тысячи минимум. Вот. Аналог более лайтовый. Ну, прям очень похоже. Мне нравится. Так что вот. И дошли наконец-то до Пурблана. Так, Мальдивы разобрали. Так, так, так. Где у меня Пурбланки? Где у меня Пурбланки? Куда ты их делал? Мужские уже пошли. Так, в общем, у меня также были по акции куплены три Пурбланки. Девчонки не имеют. Вот же они. Не вижу. Смеяться будете. Ну, ладно. Так, софт маск разобрали. Значит, давайте начнем с Элеганса. Она у меня когда-то была, но у меня ее купили. А себе я не оставила. Поэтому решила взять. Так, давайте найдем. Где она? Вот она спряталась. Ну, вот все они. Мускусные для меня очень какие-то такие. Не знаю. Свеженькие. Какие-то простенькие такие. Так. Элеганс. Лесные ягоды. Жасмин. Белый мускус. Больше я слышу белый мускус. И цветочки, да. Возможно, жасмин, белые цветы. Никаких ягод я тут не слышу вообще. Ну, а столько сильно прям, вот знаете, прислушиваться. И, возможно, ты где-то там услышишь какую-нибудь смородинку. Или ежевику. Вот что-то такое. Ну, да. Такое легкое, может быть, смородинное. Легкое, какая-то такая ежевика, возможно. Так. Следующая порбуланка. Эссенс. Красивые на ней цветочки. Эссенс. Это какая-то более дынная, что ли. Что здесь у нас? Кшемировое дерево. Тиаре и гордыни. Вот гордыни, наверное, да. Ну, тиаре, возможно, точно. Есть отголоска фрашевского тиаре. Ну, прям отголосочек. Такой небольшой. Ну, скорее тоже на мускусной основе. Ну, такой. Какой-то цветочный. Белый цветочный. Что-то такое, не знаю. Тоже для меня как-то не сильно понятно. Скорее мускусный. Так. Хоуп. Новинка. Так выглядит. Такой зелененький, красивый. Флакончик. И что у нас тут? Травянисто-зеленый, легкий. Жимолость, да. Мимоза, да. Сливочно-мускусный аккорд, да. Все, что вот здесь написано, я слышу. Мимозка, белые цветочки, жимолость зеленая. И все на мускусном, вот этой подложке. Возможно, да, лактонность есть какая-то определенная. Ну, в общем, вот такие у меня ассоциации. Так, вот такой заказ у меня получился. Благодарю вас за лайки, комментарии, подписки. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok